На жестком поводке депутаты Рубцовской не приняли доклад мэра города Дмитрия Фельдмана. Стоит ли переводить стрелки часов или как игра со временем может отразиться на здоровье человека? Перезимовали. Состояние барнаульских дорог сегодня оценивала комиссия и наши корреспонденты. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В журнале успеваемости пока точка. Депутаты Рубцовской не смогли оценить работу главы города Дмитрия Фельдмана. А это значит, что пока об отставке мэра говорить рано. Сегодня Фельдман озвучил отчеты о проделанной работе за 2018 год. Прежде чем дать ему оценку, депутаты должны были проголосовать. Но всего лишь три человека доклад мэра приняли, остальные были против или воздержались. Скорее всего, летом депутаты Рубцовска повторно рассмотрят доклад Фельдмана и примут решение. Если и тогда отчет будет неодобрен, мэру грозит отставка. Добавим, что сегодня перед депутатами общественностью отчитывался глава Бийска. Доклад Александра Студеникина большинством голосов приняли. А завтра слово будет держать барнаульский городоначальник. Наверняка в своем докладе Сергей Догин коснется вопроса развития дорожной сети города. Барнаульские трассы зиму пережили. Почти. Такое заключение сделала специальная комиссия, которая сегодня прокатилась по весеннему асфальту, чтобы проверить его качество. С подробностями Дарья Эйдемиллер. После зимы дороги ужасные. Игорь Лукин за баранкой автобуса уже 16 лет. Дороги он видел разные, но этой весной водителя больше всего беспокоит главная артерия города – Ленинский проспект. Рассказывает, что особенно плохи дела на мосту около Нового рынка. Там регулярно собираются километровые пробки. Весна пришла, все ямы опять повылазили. И мы вот из-за этих ям, из-за этих пробок, мы из графика выбиваемся. Люди на работу опаздывают, дети в детсад, в школу опаздывают. В начале месяца рабочие уже проводили ямочный ремонт Ленинского проспекта. В мэрии сообщили, что скоро возьмутся и за мост. Специальная комиссия с представителями городской администрации дорожников и журналистов оценивала состояние асфальта, который вложили в прошлом сезоне по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Предварительная оценка показывает, как и в прошлом году, что именно дефектов серьезных проезжей части мы пока не выявляем. Сейчас скроются от снега бордюры, посмотрим тротуары в каком состоянии. Ну и уже, естественно, подрядом организации будут соответствующие предписания выданы, если будут выявлены дефекты. В списке дорог с гарантийным сроком в 5 лет 77 участков. Все повреждения на них обязаны устранять подрядчики. Особое внимание комиссия обратила на отрезок дороги на улице Эмилия Алексеевой. Там проезжая часть пострадала в ноябре, когда к новостройке подводили коммуникации. Сейчас в образовавшихся ямах скапливается вода. «По наступлению положительных среднесуточных температур мы, конечно, приступим к устранению вот этого вскрытия. То есть мы временно сегодня забетонировали вскрытую вот эту площадь, чтобы обеспечить нормальный проезд автомобильной техники». А на улице Телефонной вместо асфальта лежит гравий. Зимой в этом месте устраняли коммунальную аварию. По городу 70 таких участков на проезжей части. На них регулярно подцепают гравий, потому что земля со временем проседает. «Иногда бывает, что они просаживаются. Потому что внизу бывает, что еще до августа оно еще не оттаяло, смотря какая глубина была аварии». На Барнаульские дороги по федеральному проекту уже потратили полтора миллиарда рублей. В 2019 году ждут новый транш – около 800 миллионов. Отремонтируют еще 30 участков дорог. Игорь Лукин надеется, что в их числе будет и проспект Ленина, и мост у нового рынка. Дарья Демиллер, Николай Шилко. Наши новости. Переходим к другой теме. Почти 500 пар контрафактной обуви изъяли бийские правоохранители. Подделки известных брендов были обнаружены в ходе рейда в одном из крупных торговых центров Наукограда. Полицейские установили, что товар продавался без соответствующих документов, разрешающих торговать фирменной продукцией. В итоге стражи правопорядка изъяли из продажи 497 пар спортивной обуви. Сейчас кроссовки направлены на экспертизу, где предстоит установить их подлинность. Также специалисты должны будут оценить ущерб, принесенный правообладателям брендов. Если сумма превысит 250 тысяч рублей, то в отношении бизнесмена будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг». По результатам экспертизы будет вынесено наказание. Предпринимателю может грозить штраф от 100 тысяч рублей или два года лишения свободы. А сейчас история, которую уже несколько дней обсуждают пользователи социальных сетей. Этой темой заинтересовались и федеральные СМИ в Барнаульском детском доме. Обвиняют молодую мать в том, что она выкрала свою дочь из стен учреждения. Женщина же упрекает органы опеки в насильственном изъятии ребенка из родного дома. Как пояснила мать девочек, она лишь на время отдала детей бывшему мужу, а тот сдал их в полицию. В конфликте пыталась разобраться Анастасия Дороган. Марина – мама трехлетней девочки. Говорит, что приходит в приют не в первый раз, но увидеть дочь ей не разрешают. Вообще у Марины три девочки. Здесь средняя. Младшая в доме малютки, третья у бабушки. Официально прав на своих детей мать не лишена. Пойдемте. Куда пойдемте? Вы что делаете? Руками не трогайте мою дочь. Марина рассказывает, два года в разводе, но разъехаться с отцом детей решила недавно. И чтобы закрепиться на посту помощника руководителя фирмы, попросила бывшего мужа присмотреть за дочерьми. Где-то примерно неделю, может полторы, они были с ним. То есть мы поддерживали связь, мы созванивались, переписывались. Все было хорошо, все замечательно. Потом папа в какой-то момент меня заблокировал везде, я не смогла до него дозвониться. И тут я узнаю, что произошло вот такое. А папа отвел девочек в полицию и оставил там. Почему? Марина не знает. Мы тоже. Его номер телефона девушка нам не дала. Она утверждает, что все это время регулярно навещала детей и сразу начала бороться за их возвращение. Несовершеннолетние девочки поступили в полицию Барнаула 14 января. За разрешением на посещение девочки 2015 года рождения мама обратилась 21 февраля. За разрешением на посещение девочки 2016 года рождения только 20 марта. Заявление о передаче детей на воспитание в семью матери не поступало. По словам Марины, в какой-то момент во время визитов в приют она заподозрила неладное. Сначала у девочки появилась подозрительная сыпь на лице, а затем утверждает жар. В итоге я увидела, что у меня ребенок вся малиновая, у нее страшная температура. Это было все, последние капли, я уже просто не выдержала. Я взяла ребенка и повезла ее домой. Ну, извините, ребенок болеет сколько времени, я почему должна... Извините, я просто не смогла больше терпеть это все. Пару часов в дом к матери Марины приехали органы опеки, директор детдома и полиция. Проходить никуда не взяли. Никуда не взяли. Нельзя никуда проходить. Вы что делаете? Вы что делаете? В итоге откидал нас в ту сторону и держал, удерживал здесь, и вот сюда, вот в эту сторону они урвались. Здесь кори, шоссели играли. Девочку увезли, так и не объяснив, по словам Марины, почему ребенка разлучают с матерью. После публикации видео в сети, эта история собрала десятки неравнодушных. Предстоит выяснить обстоятельства, при которых дети-жительницы краевого центра оказались в детском доме. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, а также органов опеки и попечительства на предмет злоупотребления должностными полномочиями. А Марину ждет суд по лишению ее родительских прав. По словам девушки, инициировал разбирательство директор детского дома. А пока женщина пытается решить судьбу своих двух дочерей, третья так и живет у бабушки. Уже с декабря. Привела к нам Элю, чтобы мы могли о ней позаботиться. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжаем выпуск. 50 лет в профессии. Медицинская сестра Краевой клинической больницы за преданность и любовь к делу получила медаль за заслуги в труде. Завтра она получит награду из рук губернатора Края. Сегодня с Галиной Мережко познакомились наши корреспонденты. 50 лет, а она полна сил. Полвека это рабочий стаж медицинской сестры Галины Мережко. Ей самой уже 70. Галина Петровна работает с больными, которые после лечения отходят от наркоза. Она первая, кого они видят после пробуждения. Как вы себя чувствуете? Нормально. Нормально? Ну, молодцы. Сейчас немножко еще полежите, и можно будет вставать. Как говорит сама Галина Петровна, это работа для медсестер возрастных. Да, дел много, но ответственности чуть меньше, чем в стационаре. Понимаете, что старший сестру отработает 40 лет, когда это требует огромнейшей дисциплины и больших знаний, в том числе. Руководить коллективом – это всегда, конечно, сложно. Сейчас ежедневно Галина Мережко обслуживает до 20 пациентов. Люди едут со всего края с надеждой на выздоровление. Каждому необходимо доброе слово медицинской сестры. То есть медицинская сестра, она как бы и психолог? Естественно, больше. Потому что врач сделал свое дело и ушел. А на руках сестры, она все сутки больной находится, значит, ей должна сестру научить подсказать. И самой быть в это время, посмотреть, где кто как себя ведет и что требуется. Свою заслуженную медаль Галина Мережко получит завтра в торжественной обстановке из рук губернатора. Но главная награда для женщины – здоровье пациентов. Андрей Дривер, Алексей Фризин. Наши новости. Переводить или не переводить? Российские депутаты вновь заговорили о возможном переводе стрелок с зимнего на летнее время. И наоборот. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Если его одобрят, то световой день станет дольше, а качество жизни, по мнению депутатов, лучше. Напомним, часовой маятник для россиян начался еще в 2011 году. Тогда отменили зимнее время, но потом после общественного резонанса вернули. Люди привыкли, а депутаты вновь заговорили о переводе стрелок. Чем грозят временные сдвиги и насколько они вредны для здоровья, выясняла Валентина Аскерова. Научиться управлять временем, так же, как и марвеловский герой Доктор Стрэндж, мечта едва ли не каждого человека. Ведь можно изменить любой ход событий. Покорить себе время не прочие депутаты. В очередной раз они вышли с инициативой вернуть сезонный перевод стрелок. На час вперед весной и на час назад осенью. По их мнению, новая реформа продлит световой день почти на 200 часов. Правда, обычных людей такая перспектива особо не радует. Как вы относитесь к сезонному переводу часов, если такое будет? Плохо. Почему? Заколебало это все, переходить туда-сюда, туда-сюда. Световой день-то будет дольше? Ну, это иллюзия, что он будет больше. Не будет он. Какой был, такой и будет. Отрицательно. А световой день будет дольше? Ну и ладно. А внутренние часы работают по-своему. А это главные часы краевой столицы. Многие барнаульцы уже по привычке сверяют по ним время. И мало кто знает, что эти часы отстают на одну минуту. Знаменитые часы под шпилем – это сердце Барнаула. Оно забилось почти 20 лет назад и с тех пор радуют барнаульцев и жителей краевой столицы. Кстати, чтобы перевести стрелки на этом циферблате на час вперед или назад, не нужно много времени. Всего 15 минут. Однако врачи считают, что стрелки нужно оставить в покое. Примерно 10 лет назад, когда часы переводили два раза в год, было доказано. Это влияет на здоровье людей, особенно при переходе с летнего на зимнее время. В этот период, а именно октябрь-ноябрь, все больше людей обращалось за помощью к медикам с повышенным давлением и психосоматическими расстройствами. Это подтвердили специалисты Краевого центра медицинской профилактики. Психиатрические заболевания, наркологическая проблема, что очень тоже немаловажно. От этого зависит и соматические, то есть заболевания внутренних органов чаще всего обостряются. Время на отдых сокращается. Ну и опять же освещение падает, это и на зрение может влиять. Против сезонных скачков времени и ученые, по их словам, сейчас мы находимся именно в том часовом поясе, в каком должны быть исторические. Гринвич плюс 7, вот сейчас тот часовой пояс, который у нас сейчас, вот он является у нас оптимальным фактически, потому что тут как бы недостатки его, вот это вот темное утро в течение примерно трех месяцев, они слегка компенсируются летом. И такая же ситуация примерно и в Новосибирске, и в Томске, и в Кемерово. И вот очень большое достижение, вот того, что мы добили сейчас, это вот единый часовой пояс вот этого нашего всего-то макрорегиона. Продлить время мечтают многие, но стоит ли это делать механическим путем? По заверению ученых, через много миллионов лет земля будет вращаться гораздо медленнее, из-за чего сутки станут в разы длиннее. Но дождутся ли этого современные законотворцы или желание управлять временем? Как марвеловский доктор Стрэндж окажется сильнее, покажет время. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. Напоминаю, телефон редакции 722-440. Очередной выпуск нашей программы уже завтра. До встречи.